Девочка-пай 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 И когда мы там были, это удивительно, я нашла, видимо, то, что действительно постарше стало. Стало немножко серьезнее осмысливать некоторые вещи, смотреть назад. И я все время спрашивала о нашей маме, о нашем папе, тех, кто еще их помнит. Я училась сама себе, почему эти вопросы раньше не приходили вот так, как они пришли сейчас. И я узнала массу вещей, которые меня потрясли. У нас очень большая родня из Риги, мы провели свое детство там. И они там собрались вместе и сделали такой Family 3. Это было удивительно, это, наверное, было несколько лет работы. Я-то пришла за руки мыла и сказала, здорово, спасибо большое. Они над этим трудились. Но когда я увидела это Family 3, я была потрясена, потому что так много людей из больших семей еврейских, где было 9 детей, 8 детей, 6 детей, мы ничего об этом не знали. Мы знали только тех, которые конкретно с нами были связаны, которые выжили. А там я увидела имена, там я увидела события, там увидела все, чего никогда даже не подозревала. Я была просто в шоке, честно скажу. И это мне представилось, как вот небо, на которое мы смотрим, и там звездочки мигают. И вдруг мне показалось, что вот эти звездочки, это буша ушедших людей, которые никогда не гаснут. Они всегда там. И когда-то мы тоже станем звездочками. Но есть звездочки, которые на этом прекрасном темном небе видны более ярко. Эти звездочки мы с Аллы приобрели одну для мамы, одну для папы. Мы их купили, мы купили прапортия для наших родителей. И назвали эти звездочки именами Ирины Болотиной и Владимира Болотиной. Поэтому никто не может у нас их забрать и сказать, что это чья, а то ваше партия. Это наше. Для наших детей и внуков памятные звездочки. И вот одна звездочка появилась перед вами. Это наша мама. Наша мама умерла молодой. Ей было всего 62 года. И все удивлялись, что она так долго прожила. Она была инвалидом после того, как она нас родила. Но она была человеком настолько мужественным, настолько ярким, настолько необыкновенным, что все годы, что мы уже взрослым смогли это осознать, наверное, мы ищем в себе что-то от нее. И сейчас уже, когда мы стали старше, мы находим многое от нее. Но мы никогда не сможем даже сравняться. Потому что мы здоровые, мы счастливые, мы имеем возможность двигаться. Мы все хотим и все получаем. Она была ограничена. Но самое большое богатство ее, это были ее дети. Это была ее семья. И такой преданности я желаю всем. Я желаю, чтобы у каждого в жизни было, чтобы вспомнить такую преданность от родителей, от родителей. Папочка прожил с нами дольше. Он был очень романтик большого душа. При этом специальность у него была физик-ядерщик, морской офицер, правый, красивый. Одновременно очень преданный, любящий муж и отец, папа. Моя сестра, она всегда была более любопытная, чем я. Любопытность, любопытность, наверное, разные вещи. Но когда она была маленькая, когда мы были в одинаковом естественном возрасте, но она на 10 минут постарше, да, ей всегда хотелось знать больше. Например, в выходные папа всегда что-то писал. Ну, если не заглянуть в тетрадь, то подумаешь, что может стихий, а может быть белый стих. Но на самом деле это были формулы. И я помню, что моя тетрадь все время папу спрашивала. Папочка, что ты такое тут делаешь? Он говорит, я не могу тебе сказать, это секрет. Папочка, ну, пожалуйста, расскажи, мне так интересно. Ты проводишь все выходные за этими формулами. В чем же этот секрет? А я, как младшая, я ей говорю, сказано секрет, и секрет, и все. На самом деле, удивительная романтическая душа у нашего папы была такая же. Безусловно, как и очень романтичная душа была у нашей мамы. У обоих любящих друга и своей семьи людей. Он обожал, когда Ленинград, сегодня с Антой всей душой. Он мог ходить часами по маленькой, большим улицам, после щадям. И при этом он мечтал, скрытый, опять же, секрет для нас был, что он мечтал, как здорово было бы, если бы он умел арестовать вот эту красоту. Он мог запечатлеть свое отношение к этому чудному городу. На самом деле, такая никогда не высказанная его мечта и, безусловно, мечта нашей мамы, которая очень хотела, чтобы мы не просто развивались, вы развивались не только профессионально, но и духовно, и развивались какие-то наши таланты, музыка, художественные какие-то таланты. Полубавей мечта моей мамы была, чтобы я стала пианисткой. Но она не осуществилась. Но, безусловно, я очень люблю музыку. И я очень ей благодарна за те годы, которые, так скажем, под пристальным вниманием я провела у пианино. И я сейчас дам микрофон своей сестре, чтобы она перешла уже на, я думаю, интересную для вас часть, которая воплотилась, каким-то образом воплотилась в жизнь мечта наших родителей. Мама очень была ярким человеком и очень любила краски. И она любила цветы, она любила краски, она любила искусство. И все ее мечты, потому что, в общем, она мечтала по поводу моей сестры, они исполнились так или иначе. Удивительно, что когда Алла переехала в Израиль, ее таланты просто взорвались. Все, что в ней где-то трюнуло, что называется, пряталось, она всегда была способным человеком. Но в Израиле все открылось. Я не могу этому и не буду давать объяснение. Наверное, все понимают, что это особая земля. И там у Аллы открылись ее способности как художника. И самое интересное, что когда я выиграла каренкарту на них, и они приехали, первое, что я увидела, и я чуть не упала, это было большое количество картин. Картин. Картин в рамах, и я не могла понять, где они там закупили картины, чтобы сюда привезли. Вот оказалось, что это моя скромная сестра, которая выиграла престижные премии в Израиле, которая выставлялась там, она ничего мне даже не сказала ни одного слова, и хотела меня поразить, и поразила. Если вы посмотрите хотя бы часть Алиных картин, вы увидите вот это вот прекрасное сочетание, вот этот очень цветной калорий. Все, о чем мечтала наша мама, оно воплотилось моей сестре в ее талантах. Я обожаю ее картины, они встят у нас на работе, они встят у меня дома, я везде хвастаюсь. Но в любом случае, я уверена, что наша мама где-то радуется. Радуется тому, что она не просто мечтала, а мечта осуществилась. Мне приятно добавить. Я подожду добавлять. Я начала так писать действительно в Израиле. Началась война, и это было очень страшно. Это был 90-й год, начало 91-го. Война в Кырсидском заливе, и мы оказались в самом эпицентре. У нас низкую крышу, жировой балл, бабой. Но Израиль нам дал очень много, помимо страшных, памяти такой, когда приехали из Мирного Петера и приехали в войну, которую, конечно, мы не ожидали. Тем не менее, эта удивительная страна нам дала больше, чем просто вспоминания о каком-то празднике. Может быть, это нам нужно было пережить. Мои ощущения жизненные, мои, моей семье, моего мужа, сына, все изменилось. Мы поняли, наверное, какие-то глубины, глубинные спорки, почему мы вообще живем на этой земле. Мы увидели людей, которые вроде бы не любили друг друга, но во время войны стали бок о бок друг другом и спасали друг друга, при том, что это были чужие друг к другу люди. Удивительная атмосфера, энергетика этой земли, наверное, сделала что-то такое, особенное, что я начала вот так писать. Это уже, кстати говоря, Чикаго. Часть работ ушла уже, мы, может быть, фотографию ввели, но, тем не менее, как вы видите, эти краски удивительные. Это то, что я вынесла, привезла из Израиля в моей душе. Но первые мои работы были ленинградские работы, и все удивлялись, потому что это была как черная-белая графика. Эти работы, они были белые, черные, и все. Но при этом эти работы были о Питере. Это, наверное, была моя ностальгия по Ленинграду. Но что мне очень приятно сегодня сказать. Неожиданно моя сестра начала писать. И она напомнила мне те самые мои первые, первое начало моей работы. И это очень трогательно. Мне очень приятно это. Пустите, эти работы действительно трогают за душу, потому что она пишет о родном нам городе, о Санкт-Петербурге, о Ленинграде тогда. Посмотрите, пожалуйста. Может быть, посмотрите, какие интересные работы. Они чуть-чуть напоминают то, что делала я, но не другие. Потому что хоть мы и близнецы, у нас 10 минут критически в 10 минут разницы. И тонкая Таняна душа воспринимает ее память об этом чудном городе по-своему. И я уверена, просто уверена, что пока мы, каждый из нас, сидящий за этими столами, будем чувствовать себя детьми. Детьми, у которых есть родители и память родителей. Потому что душа наших ушейших родителей, физически ушейших, все равно осталась. Вот эти две звезды, которые вы видели. До тех пор, пока мы будем чувствовать себя всегда детьми, у которых есть, их родители. Это непрерываемая цепочка. До тех пор с вами мы будем выглядеть молодо, хотеть большего, иметь счастье, увидеть свою семью, растущий. Ну, как правду, а вы оттанетесь всегда, вот так, в каком-то образе, да? Внутри ребенка. Ребенка, твой взгляд у него. Я вспоминаю нашу молодую. Я вспоминаю вот то время, когда я впервые пришел к Аллочке и Танечке и родителям. Им было... Они учились в девятом классе. Чудные-чудные девочки. Папа, мама обалденно красивые. Папа в морской форме, идеальный. Ну, такой вот симпатичный-симпатичный. Мама, очень-очень симпатичная женщина. Ореховые глаза такие у нее, обволакивающие. В общем, очень чудное было время. И очень жалко, что я об этом чудном времени вспомнил только сейчас. Не сейчас прямо, а вот несколько лет назад. Если бы я был более молодой и не глупый, я бы иначе бы даже относился к ним. Ну вот, был молодой, нетерпимый. Иногда вот как-то вот, может, резко относился к нему. Может, что-то говорил вот такое. Ну, целями такое. Ну, и хотел бы мне сказать следующее. Давайте выпьем на них. Вот сейчас только скажем. И вместе мы общий тус. Я буду краток уже, полную биографию прошли. Жена, кто из-за, 37 лет уже. И, слава богу, я буду краток, я имею хорошую семью. Любящую жену, любящих детей. И теперь уже внук появился. Поэтому спасибо моей жене, что она идет со мной по жизни. С радостью и трудностью. И мы, я не считаю себя старыми, мы считаем себя молодыми. Поэтому будем оставаться молодыми. Я знакомлюсь с девочками и родительными девочками. 45 лет назад, вот я познакомился. Невероятное время, вообще столько-столько. Не верится мне, что так долго я уже, вот общаюсь с ними, люблю их, родителей люблю. Это от нас. Чисто вот не записано так. Тоже хотим сказать, что мы тебя очень любим. И мы, we really appreciate, что это для нашей мамы. Вот, чего я думаю, это вот мы недавно читали Тору, и там написано про народ, что Let it be the light unto the nations. Я там все время сразу напомнил о нашей маме. Наша мама, она как свет. Это единственное, с чем я могу ее сравнить. Да, спасибо. Вот, свет, потому что чистая душа, чистая доброта, чистая любовь, нескончаемая. Она все время там, все время смотрит, все время любит. И это дает нам пример, большой пример со стороны вот любви и добра, которую мы будем передавать в следующие поколения. Все, спасибо. Искренне желаем вам отменного здоровья, всяческих успехов, счастья, добра, взаимопонимания в семье, миру и благолучия. Очень-очень долго я думала, что сказать и как поздравить. Очень сложно на самом деле сказать что-то не банальное, что-то не очевидное. Потому что говорить о том, какие они красивые, молодые, энергичные, талантливые. Ну, тут, в общем, это настолько очевидно, что тут даже, в общем, долго говорить не стоит об этом. Поэтому я хочу сказать, я хочу предложить тост за их замечательных мужей, за их замечательных детей, за их, ну, ну, совершенно внуков, про внуков я вообще промолчу, за всю большущую семью. Я вижу здесь много-много замечательных родных лиц. Я хочу, чтобы семья крепла, чтобы семья росла, чтобы все были здоровы, чтобы мы все были вместе, чтобы мы все заряжались у этих замечательных женщин энергией, добротой, радостью, желанием жить, желанием творить. И, ну, молодой, молодой. Я хочу от своих впечатлений. Мои первое впечатление, что когда я их не видел, я не знал, кто говорит. У них, они настолько одинаковые, насколько разные. У них есть самое главное общие черта. Они прекрасные жены, они прекрасные женщины, они прекрасные матери, они прекрасные бабушки. А до ста, чтобы вы были прекрасными прабабушками тоже. Многие лета, здоровья и шеи. Многие лета, здоровья иدي. Очень прекрасныеращ Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дождь украсил асфальт, дождь упал до ресницы весны Бесконечная грусть и маршрут бесконечный Я листаю альбом, я листаю страницы, где мы И где нету холодной зимы В этом городе юности вечной Я листаю альбом Старый дом, старый дом Там я был пацаном и мечтал об одном Я хотел, чтобы небо светлее, а солнце теплее Помню, как по ночам мы гуляли по Невским дворам Спящий город, Петровинский храм Шум листой по заброшенным сквере Московые мои, город вечной любви Город жизни моей, город белых ночей Театральная, Стасский собор Фонари на причале Я листаю альбом Окунаясь в незабыточный сон А вот опять я впервые влюблен И опять я не знаю печали Жизнь трепала всегда Проходили года Но в мечтах я всегда возвращался сюда В этот мир разведенных мостов И старинных бульваров Я листаю альбом Каждый миг мне до боли знаком Я не знаю, что будет потом Но я знаю, что было недаром Мой Ленинград Город мостов Город дворцов и собор Старых домов Старых дворов Жди, я вернусь к тебе скоро Сколько легенд в мире твоем Город живет Город влюблен В теплую музыку В низкие своды В холодные воды Город-герой Город-молвы Мимо дворцов Темный дневник Время несет За облака Лучшие годы Старый альбом Желтых страниц Звуки веки И мы птиц Самое доброе Самое теплое Сердцу родное Желтых страниц Прожитых лиц Трепетных рук Мокрых ресниц Сердце поет Город зовет В ударе за собою Субтитры создавал DimaTorzok Я вернулась в мой город Знакомый до слез До прожилок, до детских Припухших желез Я вернулась сюда Так глотай же скорей Пробежит ленинградских Речных фонарей Я вернулась в мой город Знакомый до слез До прожилок, до детских Припухших желез Узнавай же скорей Декабский денек Где к зловещему декабцу Подмешан желток Ленинград, Ленинград Я еще не хочу умирать У меня еще есть адреса По которым найду голоса Ленинград, Ленинград Я еще не хочу умирать У тебя телефонов моих номера Я еще не хочу умирать Я тебе навстречу Просто улыбнусь И словами сердца Твоего коснусь Пожелаю счастья И удач пути Станет легче и светлее тебе идти Под палящим солнцем Или под дождем Я всегда тебе скажу Привет, шалом Шалом, мой друг, шалом Пусть по разным дорогам идем Шалом, мой друг, шалом Мы же встретились, значит, живем Шалом, мой друг, шалом Шалом, шалом Мы же встретились, значит, живем Шалом, шалом Если жажды я подам тебе воды Пожелаю уберечься от беды Я тебе на память подарю свой взгляд Чтобы каждой новой встречи Ты был рад Под палящим солнцем Или под дождем Я всегда тебе скажу Привет, шалом Шалом, мой друг, шалом Пусть по разным дорогам идем Шалом, мой друг, шалом Мы же встретились, значит, живем Шалом, мой друг, шалом Шалом, шалом Мы же встретились, значит, живем Шалом, шалом На свете много городов И разных стран и островов Но всех роднее город мой С которым я всегда душой Твои дворцы, твои мосты Твои проспекты и сады Меня волнуют вновь и вновь Здесь встретил я свою любовь А вы живите где хотите Мой любимый город Питер И все, что делаю, я ему дарю А вы живите где хотите Мой любимый город Питер И все, что делаю, я ему дарю Ты в жизни много повидал И праздновал, и воевал Меня встречал и провожал Со мной любил, со мной мечтал Санкт-Петербург и Ленинград Мой лучший друг, ты мне как брат И здесь пройдут мои года Мы будем вместе навсегда А вы живите где хотите Мой любимый город Питер И все, что делаю, я ему дарю А вы живите где хотите Мой любимый город Питер И все, что делаю, я ему дарю Мой любимый город Питер Мой любимый город Питер А вы живите где хотите Мой любимый город Питер И все, что делаю, я ему дарю А вы живите где хотите Мой любимый город Питер И все, что делаю, я ему дарю А вы живите где хотите Мой любимый город Питер И все, что делаю, я ему дарю А вы живите где хотите Мой любимый город Питер И все, что делаю, я ему дарю АПЛОДИСМЕНТЫ И все, что делаю, я ему дарю И на лучших страницах открылись камеры, И звонили беззвучные колокола. Пустым дворцом глаз был венцом глаз, К лицу лицом без прикрас. В военных дней смерти и огней вас Судьбы моей жизни. В старинных дом вас, Клаксонных дом вас, Огней рекламу вас. Даже сеть овозь, Недвиженый позавозь, Больших перепосов вас, Дровой обозь овозь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие девочки, я вас поздравляю с вашим юбилеем. Как человек, который два месяца назад прошел эту же границу, могу сказать, знаете, это не так страшно, как казалось раньше. Вам сегодня 60, а не скажешь так на взгляд, бодра, свежа и всех модней, и такой вдруг юбилей. Ты лучик света в этом сложном мире, с тобой рядом просто и легко. И в этот день все кажется прекрасным, пришло опять 30-летие твое. Я поздравляю, счастье и улыбок, пусть будет много, пусть будет очень много за столом. Пускай любовь весельным ярким светом сегодня озарят твой милый дом. Моей подруге, дорогой, в день ее рождения желаю радости большой, любви и долголетия. Внимание близких и родных, здоровье, вдохновение, идей и замыслов твоих, желаний, исполнения. Вопрос философский. А много ли 60? Когда обернешься, посмотришь назад. Или может быть мало, ведь все впереди. Удача и счастье, любовь. Посмотри. От сердца желаю быть лучше из всех. Пусть будет и счастье, любовь и успех. Пусть многие годы живешь, как в раю. Ничто не тревожит душу твою. Здоровья, как скалы. Удачи хмельной. Как здорово знать, что ты рядом со мной. Ну, в общем, хвалебные речи тебе. Пусть будет лишь счастье в судьбе. А все неприятные беды, тоска, Исчезнут из жизни твоей навсегда. Так, пусть этот день запомнится навечно, Когда ты когда-то среди близких и друзей Услышала так много слов сердечных, Встречая свой прекрасный юбилей. Пусть эта дата вовсе небольшая, Не обечалит прожитый твой путь. Сегодня ты красивая такая, Такой уже всегда красивой будь. Будь самую счастливую на свете, Здоровую, красивой, молодой. Пусть радует тебя вниманием, Внуки, дети. И муж да будет рядышком с тобой. Позволь поднять шипучие бокалы За все хорошее, что в жизни есть твоей. За то, чтоб горести не знала, За это твое прекрасное юбилейство. Но есть это воспоминание. Когда папа был на сборах, Точнее, он был на подводной лодке в Себастополе, То мама рожала нас достаточно, так скажем, трудно. И папа всегда мечтал секрет о мальчиках. А получили что? Две девочки. И он нас очень много лет называл. Антоша и Алеша. Танечка и Аллочка, Вы так замечательно начали, Романтически начали этот вечер чудный. Мы с Аркашей шли, в общем-то, на юбилей. Но Вы превратили его в такое романтическое чудо, торжество. И у меня сразу же возникла такая мысль. Когда Танечка сказала, Что они купили две звездочки. Папа и мама. И у меня сразу же возникло в моем воображении, Что это души Ваши родители, Которые живут на этих звездочках. И, девочки, я Вам желаю Очень долго-долго-долго идти по этой лунной дорожке. Как помните у Булгакова В конце книги, Когда герои его удаляются в вечность По этой лунной дороге. Я желаю Вам Также, об руку, Очень долго идти по этой лунной дороге вверх. В ту чудесную страну, Которая называется Вечность. К душам своих родителей, Которые в конечном итоге Превратятся, Вы тоже превратите в звездочки. И все мы в конечном итоге Когда-то превращаемся в эти звездочки. Долгой-долгой счастливой жизни Вместе об руку по этой лунной дороге. Танечка, Алеша, Алеша, Я уже не знаю, как Вас называть. Я желаю Вам счастья, Желаю так держать, Быть такими красивыми, Никогда в жизни не скажешь, Сколько Вам лет. И не надо. Я вообще даже не удивилась, Когда эта цифра прозвучала. В общем, 40 лет, Еще 40 лет, И еще 40 лет. Так держать, И быть всегда такими очаровательными, Милами, красивыми и здоровыми. Мне кажется, Что очень важно в этом, В этом мире понимать, Кто вокруг тебя. Я почему об этом говорю? Потому что, Когда мы сейчас Все тосты, Все мысли, Все чувства Направляем на этих двух Молодых девочек, Алуша, Танюша. На Вас, на Вас. Да, внимание. Вы знаете, что Мне кажется, Что настолько важно, Чтобы не все понимали, Все 100% понимают, Но главное, Чтобы Вы понимали, Как все Вас любят. Вы знаете, Насколько важно Чувствовать, Что подобное Притягивает подобное. Значит, Вот Вы такие светлые. Представляете, Сколько сейчас Хороших слов Было сказано Вам. Я не думаю, Что это Формально. Я думаю, Что это от души. Вы представляете, Сколько хороших людей Сидит в этом зале. Почему я это сказал? Потому что Вы действительно светлые, Вы действительно солнечные. И то, что произошло С момента Вашего рождения, Вы представляете, Насколько важно Понимать, Через что Вы В этом мире прошли. А ведь Вы настолько Похожие, Вы настолько Едины. И не просто едины, Вы преданы Друг другу. Вот сейчас Было сказано Классные слова, Что Вы всегда Приходите на помощь. И ведь Вы не просто Приходите на помощь, Вы такими родились, Вы такими были Тогда вот Как только Вы появились И те 10 минут Это то, Что Вас стало Соединять, Объединять Еще больше. Я сейчас Исполню Небольшую песню. Вы знаете, Я почему-то Я не готовился, Не думал, А вот просто Утром проснулся, И это пришло. Как на озере Кувшинке, Как январские Снежины, Как на ручках Рукавички, Как по ушкам Тряснички, Как две рыбки Золотые, Как две капельки Простые, Как жемчужинки В короне, Как царевна Ве на троне. Как, похоже, Вы, Словно Близнецы, Много общего, Много разницы, Выбрали одну Вы профессию, Чтоб лечить людей От депрессии. И бывают же Совпадения На твоих один День рождения И живете вы Нагадок празднуя, Понимая Жизнь По-разному. Как, похоже, Вас Все до мелкого Эта женщина Твое В зеркало. Если ты грустишь, И она Грустишь, Все ты ей Простишь, И она Простишь, И бывают же Совпадения На твоих один День рождения И живете так Вместе празднуя, Но картины Ваши Разные. Как понять, Что в жизни Вам дано, Нам об этом Знать Не суждено. Между вами Десять Роковых Минут Счастье И надежду Вам дают И бывают же Совпадения На твоих один День рождения И живете так Вместе празднуя, Да и судьбы Ваши Разные. И бывают же Совпадения На твоих один День рождения И живете Вместе празднуя, Знаем точно, Вы Не разные. Поднимем бокалы, друзья! За девочек! А лучше, Танюша, Аллочка и Танечка, За вас! Чтобы вам было хорошо, Чтобы вы всегда были вместе, Чтобы вы всегда чувствовали, Насколько вы близки Не только друг другу, Но и нам. Тот, кто сегодня Лично подойдет К этим девочкам, Чокнется с ними И выпьет, Да-да, чокнется, Тому В ближайшие Три дня Придет удача. Это я вам обещаю. Вот понимаете, да? Вот, не-не, Вот, это, подожди, Не так быстро же, ну! За удачей пекут! Я обещаю, Что всем повезет В этом зале! Я понимаю, Но чокнуться надо, Чокнуться надо, Посмотрите, вот, Замечательно! Идите, идите! Правильно, правильно, Вот, как хорошо! Молодцы, молодцы! Молодцы, девочки! Да не надо в очередь! Всем хватит! И волнуйтесь, да! Я очень благодарна всем За такой замечательный праздник Итане и Алле. Алла Шафран для меня Элла, Это то имя, Которое она принесла Из Израиля, И вот, понимаете, Оно прилегло К моему сердцу. Я ей очень благодарна За то, Что она мгновенно Приходит на помощь В тот момент, Когда она тебе Больше всего нужна. Но самое главное Вот в ней Для меня Это абсолютная Гармоничность. Она для меня Образец человека, У которого Есть служение, Но при этом У него все замечательно По всем позициям. Знаете, У многих бывает перекос. Если у вас великое дело, То у вас не очень Хорошая семья Или еще что-нибудь. Она радуется Каждой минуте Своей жизни И несет эту радость Семна. Несмотря на то, Что это нас, Наш станет Сегодняшний праздник, Тем не менее, Среди моих И Таниных друзей Есть люди, Которые В ближайшее время, Можешь сказать, Очень близкое время, Даже вчера И немножко до этого, Несколько месяцев назад, Наши близкие друзья Имели юбилей, У нас несколько человек, Юбиляров, И тех, Кто были именинниками. Если я кого-то Не назову, Пожалуйста, Отзывайтесь. Я прямо Назову Несколько Я знаю, Остальные, Пожалуйста, Руки подняй. Самый ближайший, Аркаша, Иди сюда. У него был вчера Юбилей. У Аркаши юбилей, Мы вручаем ему Торжественную розочку И главное, Поцелуй Отдала. Это дороже. Так вот, Да, Постой с нами, Да, Жалко, Что ли? Милочка, Вот, Вот почему, Все-таки где, Вот где собака-то Порылась. Милочка. Она, Она проехала Свой юбилей Без всякой, Как говорится, Праздника. Но мы это Празднуем сегодня. Вот сегодня Тоже повезло. И в той же розочке И поцелуй. Так, Еще. Света, Светочка. Это, Действительно, Света сначала Стала, Ну, Так скажем, Ученицей. Но сегодня Она сама мастер, Должна вам это сказать. И ее Сегодняшний путь Удивляет меня, Восхищает. И я очень рада, Что она сегодня Здесь присутствует Со своим мужем. Поздравляю. Тоже, кстати говоря, Убежала от юбилей. Ну, От меня уже Не могу. Я свой юбилей Програду Чуть не обраду. Плава с маской. Вот, В маске, Под водой. Я понимаю, Что вот этот юбилей. Раечка, Иди сюда. Раечка не празднует Юбилей. У нее просто Красивый день рождения. Он тоже был Несколько дней назад. Замечательно. Вот, Видите, Раечка, И пацаны От Аллы. Это ценное. Можно сейчас Поднять у кого, А у кого, Кто здесь, Нет, Нету кого-то, Кто, У кого был В ближайшие дни. Ну, Поднимайте. Ну, Не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Поднимайте. Да, Иди сюда. Иди сюда. Иди, Давай, Давай. Вот, Вот, Видишь, Как есть еще. Есть тайные, Скрытые юбиляры. Пожалуйста. Розочка, Розочку, Розочку. У нас есть чудесный юбилей, Который только... Я сейчас поцелуюсь. Не выходи сюда. Я хотела сказать, Только совсем недавно, Несколько дней назад, Был чудесный юбилей Дмитрия Львовича Розман. Папа, Шкуля, И стекор моей сестры, Близкий человек. Мы желаем вам счастья, Здоровья. Здоровья. От моего Эксперима, Говорят, Ивызи, Густа, Паркетит, Мы хаем. Аплодисменты 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 И оно должно быть таким, когда ты счастлився, счастлива вели в груди. В мире, где в ведрам покоя нет, где бывает облачный просвет, где в дороге дальней нам часто снится дом. Нужно и в дразу есть мегапад, чтобы чей-то очень добрый взгляд, чей-то очень добрый взгляд, согревал тепло. Друзья мои, все вместе! Мы желаем счастья вам, счастья, когда в мире большой, как солнце по утрам, пусть оно заходит дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлився, счастье поделись другим. Мы желаем счастья вам, счастье в этом мире большой, как солнце по утрам, пусть оно заходит дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлився, счастье поделись другим. Мы желаем счастья вам, мы желаем счастья вам, мы желаем счастья вам. Неображение, счастья, любви, здоровья, добрые и долгие годы! Поздравляю вас! До новых встреч! Большое спасибо! Спасибо большое для вас! Спасибо!